Консолидация усилий для улучшения жизни в поселениях. В Ненецком округе объявлен конкурс грантов среди муниципальных образований. Участники могут получить до 1 миллиона рублей на реализацию проектов по благоустройству, озеленению дворов и площадей, уличному освещению, обустройству мусорных контейнеров, утилизации отходов и другим направлениям. Одно из главных условий для победы в конкурсе – участие жителей и организации в разработке и реализации проектов. Новый механизм субсидирования муниципальных образований получил название «Инициативное бюджетирование». Его цель – объединить усилия жителей для улучшения жизни в поселениях. Каждый муниципалитет, имея проект по благоустройству, может получить финансовую поддержку округа. Главное условие – участие жителей в разработке и реализации проекта. Мы предусматриваем, что за счет средств окружного бюджета будет финансироваться 89% от стоимости проекта. Собственно, 11% как минимум должно быть софинансирования у муниципальных образований. В том числе это могут быть средства граждан. Граждане могут не взять и деньгами участвовать в этом процессе, они могут участвовать причем личного вклада. Это тоже предусматривается. Проекты могут быть в различных сферах, но в приоритете – благоустройство территорий, озеленение дворов и площадей, уличное освещение, обустройство мусорных контейнеров, кладбищ, природоохранные мероприятия, утилизация отходов. Все проекты будут оцениваться и получать баллы. Критериев несколько. Объем местного бюджета, средства населения, трудовое участие людей, охват населения, задействованного в проекте и социальный эффект. Проект с наибольшим количеством баллов получит до миллиона рублей. Далее средства будут распределяться по рейтингу. Конкурсный фонд составляет 5 миллионов рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются департаментом до 15 августа. Выдавать гранты планируется в сентябре. Здесь собирается конкурсная комиссия, в которую входят представители различных органов эксплуатной власти, финансисты, строители, природные ресурсы, агропромышленный комплекс, ассоциация муниципальных образований, администрация Заполярного района, мы, департамент, вот мы коллегиально будем принимать решения, исходя из конкретных критериев, какой грант наиболее лучший, наиболее востребованный, где, как я уже сказал, больше участия граждан, где больше участия софинансирования граждан, где направления приоритетные учитываются, кстати, и где, собственно говоря, какой проект, в дальнейшем уже будет видно, где он стоит на балансе, не будет ли он брошенным. Это тоже такой критерий оценки введён. Исходя из этих критерий будет принято решение. Сегодня в департаменте ожидаются заявки от шести муниципалитетов. По словам главы Пустозерского сельсовета Сергея Задорина, работать есть над чем. Главное – успеть в срок подать заявку. В Кангурее есть благоустройство, надо боксы надлагоустроить, благоустроить отдельные территории. В Каменке изготовить спортивную площадочку в Ветхое уже стало. То есть вот опять определённые объекты, хотелось бы это всё включить, сделать. Но вот сейчас анализируем всю ситуацию. К сожалению, я говорю, период-то такой попал, что все в основном жители-то инициативные, в том числе и желающие что-то сделать, выехали за пределы отпуска. Минимальное количество людей, которые хотели бы поучаствовать, к сожалению, участвовать не будут в силу того, что они выехали за пределы, в том числе и округа. Ещё один потенциальный участник конкурса – Приморско-Куйский сельсовет. Его жители уже давно мечтают украсить улицы посёлка кованными металлическими ограждениями, а мини-площадки для футбола и хоккея, уличном освещении, новогодней иллюминации. Однако наибольший вес в вопросе благоустройства имеют тротуары. Ежегодно, общаясь с населением, то есть на встрече с коррективами, мы пытаемся выяснить, что бы они хотели видеть в посёлке в качестве благоустройства. Но вот в основном сейчас большая часть набирает устройство тротуаров. Движения достаточно интенсивные в посёлке, дороги используются пешеходами, велосипедистами, автомобилистами, потому как бы тротуары как-то сейчас более тема стала актуальна. Поэтому, наверное, будем выходить с проектами именно тротуаров в посёлке Красной. До 15 августа надо уже предоставить документы, потому что мы ориентируемся по тем запросам, которые граждане были высказаны ранее. Соответственно, сейчас будем доказывать сметы, проводить процедуры общих собраний. Первые итоги инициативного бюджетирования можно будет подвести уже этой осенью. И во многом они будут зависеть от желания граждан сделать своё поселение лучше и комфортнее для проживания. Валентина Чебичек, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...